дорогие друзья всем привет это город волгоград город в котором я стал появляться не часто все реже и реже хотя он для меня родной а сейчас будем проезжать мамая в курган то легендарное место о котором нельзя не говорить тем более сегодня 8 мая 2015 года завтра будет годовщина победы это не просто годовщина семидесятая годовщина победы тот самый волгоградский трамвай легендарный который полутрамвая полуметро про который ходит много слухов о том почему ты заходишь метро а видишь там трамвай но сейчас будет вся красота мама его кургана во всей красе ммф курган здесь сегодня очень много людей ну просто очень много людей а завтра будет еще больше потому что здесь будет парад будет не здесь парад будет в другой стороне в другой части города виднеется сам памятник подниматься до него достаточно далеко но вернусь к теме парада парад в этом году я пропущу потому что сегодня я уезжаю в астраханскую область бегать марафон и 9 мая и 10 мая проведу там 11 уже вернусь домой правда опять ненадолго вот но обо всем этом немного позже этим видео я просто хотел начать свою начать рассказ о своей поездке в астраханскую область на озеро эльтон где завтра в честь дня победы в честь его 70 годовщины состоится первый в моей жизни для меня пробег длиной более 20 километров столь длинные дистанции еще не бегал вот посмотрим чем это все закончится дорогие друзья всем привет в этом видео хочу рассказать вам о том как провожу свой день рождения но начну с того что я о нем забыл на некоторое время хотя вы дорогие друзья не дали мне забыть о своем дне рождения совсем и благодаря вашим поздравлениям которые начались еще позавчера по моему вот я сразу вспомнил что мне совсем скоро 25 но теперь мне уже 25 я нахожусь в гостиничном номере в маленьком маленьком поселочке который называется эльтон этот поселок находится на границе россии и казахстана в астраханской области здесь есть замечательное соленое озеро которое имеет точно такое же название как и поселок эльтон и завтра в честь 9 мая вокруг этого озера 280 человек в том числе и я побежим марафон но дистанция будет не совсем марафонская дистанция будет 100 километров сверх марафонская ультра марафонская дистанция вот ну и название этого мероприятия само за себя говорит эльтон ультра марафон как то так вот я рад принять участие в соревнованиях не только по спидкубингу но еще и по другим видам спорта кстати побегу я не 100 километров всего лишь 28 100 километров я не выдержу это точно я больше 20 никогда в жизни не бегал завтра первый раз в жизни побегу 28 надеюсь что в следующем году пробегу 42 полноценный марафон вот хочется в это верить у меня свой регистрационный номер 246 я зарегистрирован на дистанцию в 28 километров я участвую в очередных в моей жизни соревнованиях правда на этот раз не по спидкубингу а по бегу по марафону 28 километров мне сегодня предстоит побежать сегодня 9 мая 2015 года в этот великий праздник с которым я вас это поздравляю и в этот день мне предстоит одержать победу над собой наверное над собственными силами над нервами потому что 26 утра мы стартуем сейчас 59 поэтому наверно с этим видео пора закругляться пожелайте мне пожалуйста удачи обо всем остальном после финиша ну что друзья вы готовы тогда начинаем обратный отсчет 5 4 3 2 1 старт поехали ну что ваш третий марафон пустынных степей дорогие друзья всем привет это дистанция марафона пустынных степей вот как она выглядит посмотрите какая красотища вокруг бегу и решил специально вот включить телефон фух чтобы показать как это все выглядит до финиша буквально три километра вот все три километра я снимать не буду там впереди может быть вы видите участников которые меня опережают вот у меня уже начинает сводить ноги поэтому я отключу камеру это 9 мая марафон дистанция правда не марафонская чуть меньше 28 километров но это минимальная которая была именно поэтому я ее бегу остается до финиша два километра вот ноги сводит уже очень сильно нереально уже еле бегу левую ногу дергает каждый раз при каждом шаге вот приходится иногда останавливаться но стараюсь уложиться в лимит котовов здесь как на соревнованиях по спидкубингу нет вот а лимиты есть и надеюсь уложусь следующее видео буду снимать когда уже буду подбегать или подходить к финишу извините за качество этого видео я не мастер селфи тем более не мастер видеосъемки в стиле селфи тем более во время бега да еще и на двадцать седьмом километре поэтому уж простите дорогие друзья это уже финиш финиш рядом с берегом потрясающего озера потрясающего по красоте вот они красоты настоящие красоты волгоградской области они скрыты в природе они в областном центре в городе герои волгограде в котором сегодня пройдет красивый парад и там сегодня будет красиво везде должно быть красиво и не случайно именно сегодня состоялся этот марафон ведь он посвящен празднику великой победы в битве против фашизма вот и я стал частью этого праздника чем смог этому празднику тем помог своим участием в марафоне своим выступлением которому я готов на которое состоится вечером ну вот меня ждут на финише я думаю хотя бы последние пятьдесят метров мне надо пробежать как мне подсказывают да только у меня ноги сводит вот там меня все ждут приветствует вот там меня все ждут приветствуют фотографируют вот 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 остается вот два метра до финиша спасибо 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 вот медальку мне повесили вот и тут по дороге кубик да если только телефон за кубик считать у меня ногу просто свело левую я не мог вообще никак бежать красавица ну дошел хоть последний двадцать два километра пробежал дорогие друзья закончен для меня этот двадцати восьми километровый пробег на груди у меня медалька значит я с ним справился вот теперь я наслаждаюсь тем что здесь вижу здесь вот посмотрите озеро какое фантастическое лечебные грязи вот они у меня за спиной они у меня под ногами кстати хочу сказать пару слов про мои ноги их нет я их стер во время этой двадцати восьми килограммовой пробежки на самом деле шучу ноги у меня еще пока остались но правда они все в мозолях и поэтому я даже боюсь заходить в озеро потому что оно слишком соленое и если у меня там есть какие-то раны порезы то актуальной будет фраза не сыпь мне соль на рану она еще болит вот но по этим грязям я с удовольствием хожу они классные вот они очень такие как болотистые что ли наступаешь след такой остается вот и они как бы масса массируют получается ноги вот за счет за счет своей такой вот структуры не знаю как это точно правильно сказать но и чувствую что в озеро мне лучше не соваться потому что одна нога уже начинает щипать вон там вот был финиш старт был в двадцати восьми километрах отсюда поэтому обратно мы к счастью поедем автобусами пешком ехать пешком ехать говорю пешком идти не придется вот озеро озеро соленое соленое озеро подходить к нему ближе я боюсь так как тут провалиться можно вот тут какие то прям очень грязные грязи очень жидкие грязи вот а здесь мне нравится пейзаж столько вот натоптано всего здесь да это очень интересно смотреть как будто какая то абстрактная картина вот со следами человеческих ног сейчас я здесь все пофотографирую сам пофотографируюсь ну и можно будет уже смело присмело ехать в гостиницу дорогие друзья это грязь действительно лечебная и вообще всемогущая потому что у меня болели очень сильно ноги когда я пришел на финиш у меня не беговые кроссовки не для бега они когда я походил по этой грязи потонул в ней немножко еле выбрался оттуда вот теперь как выглядят мои ноги но зато они чувствуют себя великолепно и я тоже не ну я на самом деле несмотря на боль в ногах и до того как в грязи побывал почувствовал себя великолепно но теперь вообще просто получаю удовольствие от всего у меня даже мозоль прошел или прошла мозоль женского рода да мозоль теперь не болит короче вот если я так скажу то это точно правильно будет вот потому что я свою мозоль искупал вот в этой грязи волшебной эльтонской грязи весь мир отмечает вот но сегодня еще один праздник это праздник спорта и как мы все выяснили человеческие возможности они просто невероятны просто невероятны порой они просто запредельны и я думаю что сейчас то что вы увидите своим глазами вас не оставит равнодушными я просто уверен уверен в этом пока вот этот вот замечательный парень сзади готовится я скажу пару слов кто же это и чем же чем же этот человек знаменит сейчас на сцене появится рекордсмен России по сборке кубика Рубика призер чемпионата Европы по спидкубингу полуфиналист шоу «Минута славы» на первом канале суперфиналист шоу «Украиновые таланты» готовы встречать Максим Чечнев Макс тебе слово дамы и господа всем добрый вечер еще раз ну что ж повторюсь сегодня большой праздник праздник великой победы и в этот праздник мы здесь все собрались и тоже совершили небольшую победу над собой потому что мы все дошли до финиша ну точнее добежали а кто-то дошел а кто-то дополз как я например но тем не менее это для нас праздник а праздник это время настоящих чудес и сегодня я хочу показать вам какие чудеса можно творить с помощью казалось бы самого обычного кубика Рубика наверное каждый из вас когда-то держал его в руках кто-то собирал одну сторону кто-то две ну и наверное есть такие кто собирал кубик целиком есть такие? да! отлично! я его переклеивал а есть как раз такие кто брал кубик и переклеивал на нем наклейки но сегодня я попробую собрать кубик Рубика внимание с закрытыми глазами и для этого мне понадобится ваша помощь мне нужен один доброволец из зала который мне его перемешает пожалуйста девочка проходи как тебя зовут? Вера! скажи громко в микрофон Вера! вот так поаплодируйте пожалуйста Вере она не постеснялась именно Вера перемешает мне сегодня кубик но кроме Веры мне нужны еще люди много-много людей у которых есть фонарики потому что свет плохой и я ничего не вижу договорились? пожалуйста все кто с фонариками на телефонах выходите сюда чтобы создать здесь такой небольшой круг чтобы все могли видеть что происходит в моих руках Друзья мои где наши светлячки? наши светлячки появляются здесь давайте сделаем полукруг за спиной у Максима встанем так чтобы обязательно наши дорогие спортсмены и зрители видели что же что же делает Максим итак дорогие друзья ну что же я даю Вере кубик для того чтобы она перемешала его и убедилась в том что кубик не меченый не крапленый и что я не смогу определить цвет не глядя то есть с помощью пальцев и чтобы я не видел как Вера перемешивает кубик я уйду Максим уйдет а я останусь друзья мои я останусь для того чтобы посмотреть что же Вера делает Вера Вера переклеивай наклейки Вера Максим не подглядывай от сбоку можно немножко разойтись конечно давайте чуть чуть давайте договоримся чуть назад чтобы видели все если вы подходите ближе то у нас дальние ряды автоматически не видят все молодец ну что Верочка перемешала кубик спасибо тебе большое а я тем временем одел повязку на глаза но ведь многим может показаться что эта повязка дырявая что я сквозь нее что-нибудь увижу правильно поэтому я попрошу Диму замечательного ведущего с размером XXL как он сегодня утром сказал попрошу с помощью вот этой папки закрыть мне глаза еще дополнительно но сначала мне нужна минутка на то чтобы посмотреть и запомнить как выглядит головоломка и это для меня самое сложное поэтому я бы хотел попросить на этот момент полной тишины абсолютной тишины сейчас я буду говорить всякие непонятные слова они мне нужны не для того чтобы ввести вас в заблуждение а для того чтобы действительно запомнить что мне делать дальше с кубиком итак я запоминаю головоломку рё жп ме лагает а цыгань и флип Рё, ж, п Ме, лагает А, цыган И флип Здесь уфа, привет Уфа, привет Л, ж, м Уфа, привет Л, ж, м Рё, ж, п Рё, ж, п Ме, лагает А, цыган Рё, ж, п Ме, лагает А, цыган Уфа, привет Л, ж, м Ну что, я готов, поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание Но ведь это ещё не всё Верочку я попрошу пройти в зал Спасибо тебе огромное Ещё раз аплодисменты Верочке Друзья, мой ребёнок уснул Разбудите ребёнка Где ребёнок спит? Ну что, друзья, мы продолжаем Потому что в мире существует Огромное количество головоломок Которые превосходят по сложности Обычный Кубик-Кубика Кстати, кстати, кстати Мне кажется, свет мне ещё понадобится Поэтому, светлячки, я прошу вас Вновь сюда Ну, так Спасибо тебе за помощь Друзья мои, давайте Давайте всё-таки не создавать хаос Выстроитесь в одну линию В одну линию В одну В одну единственную Ближе, прям ближе Прижмитесь друг к другу Прижмитесь, прям прижмитесь Прижмитесь, ладно, девчонки такие симпатичные Мужики, давайте смелее А теперь прям сделаем лёгкий полукруг Полукруг с этой стороны и с этой стороны То стоп Стоп И сейчас Все направляем Свои огоньки в центр Да-да-да Кто стоит сзади Может это сделать сверху Девчонки, вам больше всех повезло Вы будете смотреть в затылок, Макс Я повернусь к вам Как бы полубоком Чтобы и вы тоже могли видеть Потому что я чувствую, что здесь чуть ли не большая часть аудитории находится Дим, поможешь мне, проассистируешь, поддержишь? И вот это вот тоже возьмем Друзья, как я уже сказал В мире существует огромное количество головоломок Которые превосходят по сложности обычный кубик Рубика Например, кубик 4х4 Или вот в руках у Димы кубик 5х5 Но то, что находится вот в том мешочке Я уверен, заставит вас удивиться Мне так кажется Дима, как ты думаешь, что там? Там шеститысячные купюры Шеститысячные купюры, думает Дима Десять на десять подсказывают А ведь вы правы Как вас зовут, девушка? Татьяна Татьяна угадала Там находится кубик 10х10 Готовы это увидеть? Да! Ну тогда показывай, Дима Доставай кубик 10х10 Вот так выглядит кубик 10х10, дорогие друзья Такую головоломку собрать, наверное, в тысячи раз сложнее, чем обычный кубик Рубика Но и это еще не все Есть головоломка, которая удивит вас не только своим размером, но еще и формой Посмотрите, пожалуйста, на эту штуку В ней 12 сторон, 12 цветов И собрать ее, ну не в 12, а, наверное, в 12 тысяч раз сложнее, чем обычный кубик Рубика Держи, Дима У тебя сегодня такая роль? Да ничего Привык, да? Да, мне нравится Отлично Ну что? Ну а эта головоломка вроде по форме напоминает куб Самый обычный куб Но Если мы все дружно сейчас закроем глаза И досчитаем до 10 Я уверен, мы потом уделимся Все, даже я Итак, готовы? Итак, друзья, закрываем глаза Друзья, мы начинаем обратный отсчет Десять Девять Восемь Семь Ну, все вместе Шесть Пять Четыре Три Два Два на ниточке Один Стоп Ловлю Ну что, друзья, теперь посмотрите, как эта головоломка выглядит в разобранном состоянии Похоже на какой-то инопланетный космический объект Не правда ли? Да Слышу, да На ДНК, по-моему На ДНК? Ну, отлично Держи это Тебе сегодня все держать Лишняя ДНК Лишняя ДНК Ну что, друзья, для финальной части моего выступления мне понадобится, вы не поверите 300 кубиков Рубика Каждый из них перемешан по-разному За каждым из них закреплена определенная комбинация А в совокупности все это представляет из себя огромный алгоритм И этот алгоритм я буквально за пару минут попробую воспроизвести под ваши аплодисменты Открою секрет Это сюрприз Это сюрприз для одного из вас Для того, кто сегодня стал чемпионом категории ультра Для того, чтобы оценить этот сюрприз, скажем так, во всеоружии Наоборот, лучше сделать, наверное, несколько шагов назад Процесс вы видели сблизи А теперь посмотрите издали И я уверен, вы будете приятно удивлены Надеюсь, особенно будет приятно удивлен Антон Головин Я попрошу этого человека сейчас выйти на сцену Антон, прошу вас на сцену Итак, Антон, я, во-первых, поздравляю вас с вашей победой Как вы думаете, что за сюрприз здесь? Кобик Рубик Ну, достаточно такой банальный ответ и логичный, да? Но, ассистенты, я вас попрошу сейчас показать Антону то, что здесь на самом деле Антон, встаньте, пожалуйста, вот сюда вот Лицом, естественно, к тому, что вы сейчас увидите Я убираю ткань И прошу ассистентов показать сюрприз Ну что, друзья, все разглядели? Пожалуйста, сравните портрет и человека, чей этот портрет Товарищи, которые в заднем ряду Я надеюсь, вам все хорошо видно Вам видно? Кому-то нет, кому-то да Поэтому попрошу еще сделать несколько шагов назад И тогда будет вообще супер У Антона фото сессия намечается, я так понял Вот А у детей радость Да, ребята? Ну что, друзья, спасибо вам большое за внимание Антону поздравляю еще раз с победой И желаю вам приятного вечера До новых встреч!